Ремонт салона легкового автомобиля. Интенсивная эксплуатация автомобиля очень сильно сказывается на состоянии салона. Ее последствия проявляются в виде неопрятных и абсолютно неэстетичных потертостей, трещин и прочих, хоть и не столь серьезных, но все равно довольно-таки значительно портящих внешний вид интерьера дефектах. Кожа теряет свой радующий глаз в блеск, тускнеет и мутнеет. Выцветает велюр, блекнут краски обивки, нарушается структура декоративных материалов и целостность ковролина, протирается винил и замша. Словом, большему или меньшему естественному износу подвергаются практически все элементы салона, из чего бы они ни были изготовлены. Добавьте сюда еще прожоги от сигарет и случайные порезы, и вам предстанет автомобиль в самом неприглядном виде. Что посоветовать автолюбителю, приехавшему в сервисный центр с подобными проблемами? Перетянуть салон? Это довольно-таки дорогостоящая услуга и не каждому она по карману. С финансовой точки зрения гораздо более привлекательным для клиента будет локальный ремонт повреждений. К тому же подобный ремонт не занимает много времени, требует минимальной подготовки специалиста, в отличие от все той же перетяжки, и может проводиться практически в любом свободном месте рабочего помещения. Инвестиции в расходные материалы минимальны, а выгода налицо. Сегодня мы хотим продемонстрировать вам технологию локального ремонта салона легкового автомобиля, на примере двух материалов – кожи и облицовочного ковролина. Вы сможете получить наглядное подтверждение тому, что даже при восстановлении утраченного участка кожи не потребуется полной перекраски всего сидения. Переходом окрашивается только реставрируемый участок. Для работы нам потребуются специальные наборы, включающие все необходимые принадлежности и аксессуары. Краски Каталог цветовых формул Веер цветовых оттенков Охлаждающие подушечки Шпатели различной конфигурации Пинцет для удобства работы Армирующая сетка Тефлоновая прокладка Карандаши, чтобы наносить рисунок Наборы борцев различных оттенков Аэрограф Ремонтные составы Начнем с кожаного сидения Надо сразу отметить, что в данном случае для удобства проведения съемки сидение было специально снято с автомобиля. В условиях реального производства для осуществления работ демонтажа не потребуется. Здесь мы имеем дело с термическим повреждением. Скорее всего, упала сигарета и кожа стянулась. Поэтому для того, чтобы ее отремонтировать, нам нужно убрать деформацию. Для этого вырезаем поврежденный участок. Используя специальный раствор, удаляющий загрязнение различных видов, производим обезжиривание. Чтобы обеспечить в дальнейшем корректный переход по цвету и хорошую адгезию наносимой краски, обрабатываем не только поврежденный участок, но и близлежащие поверхности. Данная подготовительная операция также очень важна с точки зрения определения истинного цвета покрытия для последующего подбора краски. Продолжение следует... Чтобы потом не возникло кратеров, срезаем с кожи заусенцы. Используем пинцет и скальпель. Продолжение следует... Абразивом, чаще всего двухтысячным, устраняем грубые дефекты. Образовавшиеся отверстия мы будем заполнять компонентом, напоминающим жидкую кожу, тем самым восстанавливая удаленный фрагмент. Подложкой для этого компонента будет армирующая сетка. Она не позволит ремонтному составу просочиться внутрь сидения. Кроме того, при неизбежных эксплуатационных нагрузках она будет дополнительно удерживать воссозданный фрагмент от выпадения. Внедряем армирующую сетку. Под кромку наносим специальный порошок. Под воздействием высокой температуры он преобразуется в клеящий состав. Удаляем излишки. Для проведения термообработки используем тефлоновый утюг с регулируемой температурой нагрева. Под определенные материалы – кожу, велюр, замшу и так далее – нужно подбирать оптимальный температурный режим. Чтобы не испортить лицевую поверхность, предварительно проводим тестирование на скрытых участках. Важно! Правильно выбирайте температурный режим для обработки поверхности. Если температура будет слишком высока, вы рискуете испортить поверхность. Если низка, материалы не склеятся. Накладываем сверху специальную тефлоновую прокладку и в течение 10 секунд плавными движениями проводим термообработку. В нашем случае температура 125 градусов. По окончании обработки кладем сверху охлаждающий мешочек, для того, чтобы придать поверхности естественную форму и охладить ее. Этот мешочек содержит специальный наполнитель, который, можно сказать, впитывает в себя тепло и тем самым быстрее охлаждает зону ремонта. Снимаем тефлоновую прокладку. Подложка крепко приклеена, и поэтому ремонтный состав после нанесения на этот участок не провалится. На следующем этапе выводим форму. Заполняем участок ремонтным составом – бигелем. По консистенции он вязкопластичный, но после термообработки он станет плотным и эластичным, приобретя сходные с кожей характеристики. Наносим бигель в несколько слоев, слой за слоем, чтобы после застывания под действием нагрузки он не сломался. Накладываем тефлоновую прокладку. Важно! Вся термообработка на каждом из этапов работ проводится только через тефлоновую прокладку. Прогреваем участок. В это время бигель принимает форму кожи и уплотняется. Накладываем охлаждающий мешочек. Пока бигель остывает, изготавливаем текстуру. Кожа имеет свою собственную уникальную текстуру в виде рельефных линий, впадин и выпуклостей. Для того, чтобы восстановить рисунок на реставрируемом фрагменте, используя метод термической аппликации, переносим его с неповрежденного участка. Если все сделать правильно, по завершении работ обнаружить зону ремонта будет практически невозможно. Для создания своего рода шаблона штампа или клише применяем двухкомпонентный текстурный состав. Выдавливаем необходимое количество на шпатль. Перемешиваем. Наносим на близлежащую поверхность. После застывания получившийся штамп готов к работе. Рисунок отпечатался очень отчетливо. Наносим последний слой бигеля. Следим за тем, чтобы он лег точно вровень с кожей. Накладываем текстурный штамп. Накладываем тефлоновую прокладку и проводим термообработку. Время выдержки 10-15 секунд. Охлаждаем. Пока участок ремонта остывает, готовим краску. С помощью цветового веера подбираем соответствующий оттенок. В набор входит 12 компонентов для цвета подбора, плюс добавки для создания глянца, эффекта матовости или металлика. Предварительно краски взбалтываются. Краски на водной основе, они не пахнут, они экологически чистые, ими можно работать в любом помещении. Используя весы, смешиваем компоненты по формуле. Добавляем процентов 10 дистиллированной воды, применяемой в качестве разбавителя. Снимаем мешочек. Наливаем краску в аэрограф и наносим ее. Первый слой проявочный. Обнаружились некоторые дефекты, которые необходимо удалить, чтобы по окончании ремонта не осталось его следов. Небольшим количеством бигеля выводим мелкие повреждения. Доколировываем краску. Красим. Фрагмент восстановлен. Технология реставрации ковролина и велюра очень похожа на предыдущую. Только здесь вместо специального компонента для восстановления утраченного фрагмента используются волокна. Мелкие ворсинки, подбираемые под цвет поврежденного участка. Место повреждения. В этом случае мы не будем прибегать к окраске, поэтому использовать обезжириватель смысла не имеет. Колируем ворс разных цветов, чтобы подобрать максимально приближенный оттенок. Ворс очень мелкий, подбирать надо очень аккуратно. Перемешиваем ворсинки. Очень важно тщательно перемешать волокна, чтобы мелкие частички, смешавшись друг с другом, в массе своей приобрели требуемый и, что немаловажно, ровный цвет. Добавляем клеящий порошок. И снова хорошо все перемешиваем. Накладываем ворс на место утраченного фрагмента. Закрываем сверху тефлоновой прокладкой, прогреваем утюгом и охлаждаем мешочком. Специальный клей наносим на поврежденный участок и приклеиваем ремонтную заплатку. Продолжение следует... Участок отремонтирован и никаких следов не осталось. Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Талара. Продолжение следует... Продолжение следует...